Здравствуйте, уважаемые студенты! Тема сегодняшней нашей лекции – интернет-услуги. План, интернет, протоколы, гипертекст, вид интернет-услуг, доменный адрес, история возникновения и развития интернета, предпосылки. В конце XVIII века родились телефонные и телеграфные сети. Совокупность большого числа линий и связи, позволяющих абонентам обмениваться информацией, находясь вдали друг от друга. Потом возникла радиосвязь, в которой для передачи информации были использованы электромагнитные волны. Она началась с передачи телеграфных сообщений без проводов, но быстро осваивала передачу голоса, музыки и изображений. Постепенно происходит слияние различных видов связей. Так появилась сотовая и пейджинговая связь, охватывающая территорию больших и малых городов. Результатом развития радиосвязи является спутниковая радиосвязь, способная одновременно охватывать огромное пространство Земли и вести передачу информации в сотнях и тысячах телефонных и телевизионных каналах одновременно. В дальнейшем широкое распространение получили светловолоконные линии связи с огромной скоростью передач информации, передающие одновременно многие тысячи телефонных разговоров и телевизионных передач. Для соединения сотен, тысяч и миллионов абонентов телефонной связи друг с другом были созданы телефонные автоматические станции АТС. С их возникновения началась эра телекоммуникации. Возросший международный обмен делал желательным глобальный характер системы связи. На этом фоне возникли многочисленные проекты глобальных распределенных сетей и связей, которые быстро привели к созданию мировой интернациональной сети интернет. Понятие глобальных сетей Сети операторов связи, корпоративные сети интернет, Каждая из телекоммуникационных сетей состоит из магистралей, сети доступа, информационных центров, оборудования клиентов. Назначение структурных компонентов сети Магистральная сеть объединяется с сетью доступа. Сеть доступа концентрирует информационные потоки, поступающих по каналам связи от оборудования клиентов в магистральную сеть, Оборудование пользователей объединяется в локальные сети, информационные центры хранят информацию двух видов, пользовательскую, служебная информация, помогающая поставщику услуг предоставлять услуги пользователям. Сети операторов связи оказывают общедоступные услуги, это такие как услуги телефонии, доступ к справочным службам, переадресации вызовов, услуги компьютерных сетей, электронная почта, доступ в интернет, объединение локальных сетей, услуги предоставления канала связи в аренду, оператор связи предприятия, владеющий сетью, поддерживающий ее работу, оказывающий общедоступные услуги, операторы связи осуществляют свою деятельность на коммерческой основе. Здесь предоставлены операторы связи, это локальные, региональные, национальные, транснациональные. Локальные сети работают на территории города, села, региональные оказывают услуги на большой территории, далее национальные оказывают услуги на большой территории также, и транснациональные оказывают услуги в нескольких странах. И тут приведены примеры. Понятие глобальных сетей. Потребителями телекоммуникационных услуг являются индивидуальные и корпоративные клиенты. Корпоративные клиенты предприятия и организации различного профиля. Индивидуальные клиенты – это отдельные люди. Для подключения оборудования клиентов операторы связи организуют точки присутствия, здания или помещения, в которых размещается оборудование доступа. Для соединения в сети большого количества операторов связи организуют центр обмена, предоставляют помещения для установки коммутационного оборудования, поддерживают операторов ниже лежащих уровней. Структура интернета. Интернет поддерживает практически всеми традиционными операторами связи. Интернет является отражением общей структуры телекоммуникационной сети, то есть состоит из магистральных поставщиков услуг, региональных поставщиков услуг и локальных поставщиков услуг. Связь между поставщиками услуг строится на основе коммерческих согласий о взаимной передаче трафика. Классификация поставщиков услуг по видам оказываемых услуг. Поставщик услуг интернета – компания, которая выполняет транспортные функции для конечных пользователей, обеспечивает передачу их трафика в сети других поставщиков. Поставщик интернет-контента имеет собственные информационно-справочные ресурсы, предоставляя содержание контента в виде веб-сайта. Поставщик услуг хостинга – это компания, которая предоставляет свое помещение, свои каналы, связи и серверы для размещения контента, созданного другими предприятиями. Поставщики услуг по доставке контента – это предприятия, которые не создают информационного накопления, а занимаются доставкой контента в многочисленные точки доступа, максимально приближенные к пользователям, так, чтобы повысить скорость доступа пользователя к информации. Поставщики услуг по поддержке приложений предоставляют клиентам доступ к крупным универсальным программным продуктам, которые самим пользователям сложно поддерживать. Поставщики биллинговых услуг обеспечивают оплату счетов по интернету, сотрудничая с муниципальными службами, поставщиками тепла и электроэнергии. Службы интернет – это электронные магазины, электронные деньги, электронные пейджеры, электронные конференции и форумы, электронная почта, ресурсы интернета, поиск информации в интернет, поисковые серверы, язык поисковых запросов, устройства поисковых систем. Предоставление информации в интернет – это видео-гиперссылки, гипертекста, персональные и корпоративные сайты, учебно-методические комплексы для электронного обучения. Основные услуги интернет можно разбить на три группы – вещательные, интерактивные, поисковые. Вещательные услуги. К этому классу услуг следует отнести рекламную информацию, электронные газеты, журналы, электронные каталоги и библиотеки. Приведем некоторые виды продукции и способы их распространения с помощью интернет. В первом столбце у нас вид продукции и во втором – способы распространения. Книги, учебники, методическая литература, газеты, журналы, традиционные печатные издания. Способ распространения – обычное интернет-вещание, как реклама, электронные бланки заказов, сетевое анкетирование. В качестве рекламы могут использоваться фрагменты издания. Способ доставки – почтовые отправления. Также книги, учебники, методическая литература, газеты, журналы в электронном издании. Обычное интернет-вещание, как реклама, электронные бланки заказов, сетевое анкетирование. В качестве рекламы могут использоваться фрагменты изданий. Способ доставки – электронная почта, FTF, сервер или почтовое отправление для пересылки SD или DVD-дисков. И так далее. Интерактивные услуги. Диалоговый характер общения является одним из важных способов стимулирования обучения. В настоящее время интернет предоставляет разнообразные способы такого диалога. Электронная почта, электронные конференции, чаты и форумы. Электронная почта включает в себя услуги, собственно, почты, отправки или приема электронных писем, получение и отсылка материалов телеконференции, в которых разворачиваются целые дискуссии, информационное обслуживание, предполагающие обзоры, сводки и иные справочные материалы, рекламное обслуживание. Электронные конференции подразделяются на проводимые в реальном времени и отсроченным доступом к материалам конференции. Конференция гораздо более агрессивная структура в плане возбуждения интереса к материалу, чем обычный гипертекст. В самой модели конференции заложена потребность в диалоге, немалое значение имеет и профессионализм модератора конференции, того, кто ставит вопросы на обсуждение и руководит дискуссией. Поисковые услуги. Поисковые услуги можно разделить на три группы. Это каталоги, поисковые системы, мета-поисковые системы. Каталоги хранят информацию, предоставляемую им серверами по специальным формам. В каталогах информация разбита на классы. Самообновление информации в каталогах не происходит. За каталогами следят работники хост-компьютеров. Именно они решают, к какому классу отнести полученную информацию, включить ли ее в каталог или убрать, переместить. Этот процесс носит название индексирования информации. Поисковые системы ежедневно прочесывают сеть и каталогозируют информацию. В каталогах поисковых систем индексирования происходят автоматически. Такие каталоги являются самообновляющимися. Мета-поисковые системы позволяют с помощью одного запроса обратиться сразу к нескольким средствам поиска и получить список документов сразу от нескольких источников. Выводы. Операторы связей отличаются друг от друга набором предоставляемых услуг, территорий, в пределах которой предоставляются услуги, типом клиентов, на которых ориентируется их услуга, а также имеющиеся во владении операторами инфраструктуры, линиями связи, коммутационным оборудованием, информационными серверами и т.п. Операторов связей, специализирующихся на предоставлении услуг компьютерных сетей, обычно называют поставщиками услуг. Корпоративная сеть – это сеть, главным назначением которой является поддерживание работы конкретного предприятия, владеющего сетью. Пользователями корпоративных сетей являются только сотрудники данного предприятия. Интернет является уникальной компьютерной сетью, предоставляющей разнообразные услуги во всемирном масштабе. Интернет использует стек TSPIP для объединения сетей различных технологий во единую составную сеть. Популярность информационных услуг интернета привела к тому, что транспортные протоколы стека TSPIP стали основными протоколами любых составных сетей. В следующем слайде приведена литература. Вы ими можете ознакомиться в сайте rmrk.kz. Спасибо за внимание.